Добрый день, уважаемые пациенты! Сегодня мы с вами разберем случай сжения пузырьков на бедре при герпесе. К нам обратился молодой человек, у которого часто образовывались различные высыпания после переохлаждений, стрессов и так далее. Как часто 3 раза в месяц образовывались высыпания в области ягодиц, высыпания слегка болели, вызывали жжение, состояли из мокнущих эрозий и беспокоили пациента. Пациенту обращался к дерматологу, ставили кожную аллергию, назначали различные комплексные крема против гормональной по типу тридерма, тетродерма. Однако никакого эффекта от них не было. Естественно, что после пары недель применения данные эрозии постепенно заживали. На картинках он их оттушировал самостоятельно, чтобы подсушить фукорцином. Что было сделано? Первое. Были взяты кровь на аллергию, потому что он никогда не сдавал. Однако такие показали коммуноглобулин Е и другие были в норме. Также клеточки аллергии были нормальными. Вот и непосредственно при соскобе с поверхности на герпесе обнаружен герпес второго типа. И пациенту сообщено, что это герпетическое высыпание. Пациент увлекался достаточно активно различными иммуностимулирующими препаратами и при последующем взятии на иммунитет у него обнаружилось то, что иммунитет у него гиперактивирован уже предшествующими различными препаратами. Такие методы воздействуют на кровь нормализующие, потому что гиперактивация тоже не нужна. И в последующем мы вакцинировали подобного человека вакцины Витагерпавак в планном порядке, поддерживая такое лечение. В результате данные высыпания прекратились даже без различных таблеток по типу ацикловира или алцикловира, который применяют для стабилизации вируса герпеса, того количества герпеса, который активно выходит из тех мест, где они хранятся. Это, как правило, спинномозговые ганглии и выходит во время обострения, в том числе в кожу и, соответственно, на спинномозговые ганглии, к сожалению, вот эти ацикловиры не действуют, а действуют только на ту часть вируса, которая активировалась и выходит наружу. Поэтому, конечно, здесь воздействие на иммунитет, иммунотерапия вместе с вакцинацией Витагерпаваком хорошо влияет на высыпание герпеса и формирует грамотный иммунитет. То есть улучшает сродство непосредственно антител, иммунитета, грубо говоря, полностью, непосредственно герпеса второго типа. Поэтому такая терапия должна грамотно применяться, особенно у пациентов, которые самостоятельно уже что-то делали, перед этим обязательно проверяя состояние того иммунитета, на которое мы пытаемся воздействовать. Если бы данному пациенту назначить еще дополнительно какие-то иммунопрепараты, как сделало большинство драматологов, то можно было бы извратить иммунитет и тогда мы привели бы к достаточно мощной иммунодепрессии уже, потому что часто мы видим подсыпания, как ни странно, на иммунопрепаратах и герпетические высыпания, и непосредственно вирусных по типу вирусового пилома человека. Почему? Потому что пациент заколот уже вот этой всякой гадостью. И, соответственно, здесь, конечно, лучше все-таки сначала смотреть состояние иммунной системы, прежде чем куда-то залезать своими руками, не зная состояние данного конкретного иммунитета у этого пациента. При необходимости диагностики лечения речных высыпаний в области половых органов вы можете обратиться к венерологам и урологам нашего медицинского центра Платной КВД в Москве. Также вы можете посмотреть данные и фото в более хорошем качестве на нашем сайте в разделе «Клинические случаи». Спасибо за внимание.